Это почему нам нужно искать именно здесь? Потому что здесь раньше произошло много убийств. Да и до полуночного человека там был ещё один манек. Какой? Очень страшный. У него даже имени не было. Его называли просто убийцей запрошенного дома. Так вот, дело было так. Когда-то здесь были мать, её сестра и её дочь. Они проникли в это запрошенное место, потому что хотели знать, что со стороны звуки здесь бывают. И когда они о этом узнали, они пытались убежать. Но убийца из запрошенного дома их обхитрил и показал им своё истинное лицо. У него была маска, как у настоящего лица, и настоящая бензопила. Чтобы спасти сестру и дочь, мать решила договориться с убийцей. Убить её, а не этих двоих. И убийца согласился. И убил её. Дочь не простила убийцу. И когда тёти хотела оттолкнуть её подальше, Дочь взяла нож, пробралась к убийце и убила её. Позже об этом докаталась пресса. И девочка начала скрываться, чтобы избежать тюрьмы. С тех пор о ней никто не слышал. А её чё-чё просто помести ей в двурдом. Так как она слишком многого пережила. А тот запрошенный дом, Ставис считать закрытой зоной. Так как в нём погибло очень много людей. То есть хочешь сказать, Что тот убийца Ник Розерс Мог найти себе штаб здесь? Ну да. Если есть догадка, Что Ник Розерс с чем-то связан с той девочкой, Значит, он явно что-то недоговаривает. Мы должны немедленно найти и всё узнать. Тогда пойдём. Ты где, кстати, взял этот фонарик? Да, просто нашёл. Слушай, Мэтт, Здесь может быть не безопасно, Так что доставай ей варьер, Чтобы, Если на всякий случай на нас кто-то нападёт, Он у нас всегда будет под рукой. Ясно себя всё сделаю, Только убей фонарик от моих глаз. Ладно, ладно, извини. Эй. Чтоб. Ты что-нибудь слышишь? Да, слышу. Кажется, это где-то наверху. Я же говорил, что он пригодится. Что это вообще было? Не знаю. Наверняка какой-то мертвец. И просто зомби. Я не знал, что Ник занимается созданием зомби. Да сам в шоке. Питер, смотри. Это же маш... Это что, ещё один зомби? Да, но похоже мертвый. Кажется, я всё понял, Эта машина создает зомби, мы должны ее уничтожить. Ват, ты в порядке? Да ладно, не в первый раз уже. Поднимайся. Что это в ад? Не б все было. Гажется ты уничтожил машину. Да, похоже пока нас не было, он создал много таких зомби. Да, очень может быть. Стояй, быстрее. Ну кажется больше звуков зомби я не слышу. Хм, я тоже. Наверное это все. Питер, кажется вот здесь произошло тогда убийство матери и того убийцы. Да, это место выглядит пострашнее, чем я думал. Хм, кажется я слышу где-то, где-то звуки. Кажется Ник здесь. Ясно. Вы начали мне метно его и вставать. Хорошо, тогда пойдем. Ник, сдавайся немедленно. Поздно, господа. Я же говорил вам не ввязываться, вы не послушали. И кстати, как вы меня нашли? Мы когда тебя сострелили, у тебя лилась кровь. И мы взяли одну часть иска и отдали его профессору. И он узнал, чья это кровь, и она твоя. Вот скажи нам. Скажи нам в лицо. Третьего ты все это делал. С тем ты хотел этим добиться? Тем, за тем. Вы наверняка слыхали историю про ту девочку, которая убил и убийцу с кожаным лицом, да? Так вот, вы не знаете всей истории. А я знаю. Да, девочка, это моя мать. У нее были беды с Пашкой, вот и жила в соброшенном доме. И я вам все расскажу. У нее была сестивая жизнь, хотела все забыть. Но потом, когда мой отец умер, она сошла с ума. Стало много пить вина, инок, и взяла нож, который когда-то убил от того убийцу. Когда детектив полиции хотел пойти к ней и задать ей несколько вопросов, она напала на него с ножом, и тот случайно сострелил ее. Позже он услышал детский платье, отвез меня к директору детского дома, и точнее приюта, конечно. Там я и провел остальные свои 18 лет. Когда мне столкнуло 17, мне рассказали все, что произошло тогда со мной и с моей мамой. Я стал терпеть, ненавидеть этих полицейских. Когда я стал вдохновляться книгами ужасов, а больше всего стал вдохновляться книгами про полуночного человека, я решил найти ту хижину, в которой был и умерла моя мать, и нашел ее. Он выкрытел по запросу, не тем я думал, и там я и нашел нож, в котором она убила того убийцу. Тогда и началось настоящее веселье. Перед этим я создал костюм полуночного человека, и хотел сделать новую главу ужасов нашего города. А потом я проник в тот завод и устроил там настоящий пожар, кинув сюда бомбу. Позже всего этого я решил, я решил создать новую главу истории про полуночного человека. Первая глава уже была, и там было приобычное убийство и все такое. Но там не было расследования, там не было настоящего истинного лица. И теперь, благодаря вам, я создам новую книгу про полуночного человека. А назову его «Полуночный человек. Часть вторая. Нью-Йорк». Теперь вы знаете мой план. Осталось только убить вас. И так моя книга закончится. Ну, у вас есть вопросы, господа? У меня есть один вопрос насчет твоей книги. Что, блин, с тобой не так? Ты с ума сошел, что ли? Да, это легко можно считать сумасшедшим. Это все можно считать недоумением, но... За то, какой результат... Господи боже... Да ты сумасшедший вообще... А теперь у меня есть вся готовая книга. И все, что мне осталось, так это сострелить вас всех до одного. Ага, раз миг встал, это мы теперь тебя сострелим. Мэтт, давай! Что такое? Блин, подробно кончились. Ну и кто теперь, сестра? Ты урод! Мэтт, быстрее бежим отсюда! Вызовем подкрепление! Хорошо, бежим быстрее! А ну вернитесь, я вас не отпускал! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!